Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить Ведьмака. Лойза передает привет. Я принес твои травы. Наконец-то, я уж и не надеялся. Вот, пять соцветий и двустрела, как и договаривались. Четыреста аренов, и передавай мои наилучшие пожелания Лойзе. Конечно. Что? Перевези меня. Время... Знаете, мне легче убить этого краснолюда, чем отдавать ему 200 золотых. Поэтому я, наверное, так и сделаю. Так, с прибыли. Теперь давайте-ка заглянем. Даже не знаю, к кому, в принципе. Надо к Калькштейну нам, бэ. Ну и там много квестов у меня про кутлатовую мишку. Поэтому давайте-ка ночью заглянем туда. Меня прислал милздарь Марлоу. Чем дело? Он сказал, что у него появилась новая информация. Он хочет, чтобы ты отправился к нему домой как можно скорее. Хорошо. Хорошо за информацию. Спасибо, смелый мальчик. Хорошо, Реймонд. Как его настроить-то? Я не помню. Да, наверное, можно переключить. Только когда... Сидишь у костра. Ну, тут, как вы видите, все немножко поменялось. И посмотрите на мой медальон. Он просто сходит с ума. Добро пожаловать. Ты не поверишь, что случилось. Да? Не так быстро. Мне пришлось потратиться. Сколько я тебе должен? 200 аренов. Ты чё? Ладно. Расходы как-то сильно выросли. Я не пророк лебеда. Я не могу питаться корнями, ягодами и ключевой водой. Как и мои информаторы. Уверяю, это необходимые расходы. Давай сюда, блядь. Вот тебе 200 аренов. Перейдём к делу. После нападения они перевели пленника в другое место. Плохо. Куда? Особенно учитывая, что больше мы от него ничего не добьёмся. Вчера ночью он умер. Как это случилось? Ну, он был не в лучшей форме, так что ничего удивительного. Но мне кажется, что... Кто-то помог ему отправиться на тот свет. Точно. Шани твоя добрая подружка, так ведь? Пусть сделает вскрытие. Тогда мы узнаем причину смерти. Хорошо. Ты за мной шпионишь. Это моя работа. Бывай. Я должен договориться с Шани и забрать тело у кого-то там. Да, элементарно. Наверное, у могильщика. Ладно. Пошли к могильщику. Раз такое дело. Ну, понятно. Что-то они со мной торговать не особо хотят с Зигфрид. Я пришел по объявлению. Я так и знал, что тебя это заинтересует. Да. Вот их языки. Погоди, мне нужно это записать. Десять плавунов. Отлично. Вот твое золото. Спасибо. О, блин. Почти, почти, почти. Это, блин, как раз то, что нужно. Тут еще понты остались. И я выформлю. На броню. Могильщик. Что? Ты много знаешь о смертях в этом городе. Иногда я сообщаю Реймонду о наиболее интересных мертвецах. Может быть, ты мне расскажешь? Не под каким видом. Понятно. Что? Смотри, у меня для тебя есть такая штука. Хорошо. На сандук мир. Вряд ли. Что? Ты много знаешь о смертях. Иногда. Я не до... Старина, Реймонд? Нигде ты не найдешь более... Может и так. Но он застрял с этим делом. Я должен с ним разобраться. Ты пропустишь меня на кладбище? Невозможно. Как я могу заставить тебя изменить решение? Мне нужно... И других способов убедить тебя... Кстати, можешь помочь. Я должен кучу денег Тайлеру. Если он простит мне долги, ключи от кладбища будут к твоим услугам. Да я договорюсь с Мэйсом. Недавно умер заключенный. Он уже на кладбище? Не знаю об этом. Но я могу дать тебе другой труп. Все они пахнут одинаково. Мне нужен тот конкретный труп. Спасибо. Вот как? Конкретный? Приходи, когда узнаешь, чего ты хочешь на самом деле. Осмотр останков... Это искусство. Обычная, на первый взгляд, смерть может удивить тебя. Всегда полезно заглянуть поглубже. Но кого это интересует? Окей. Прощай. Еще две ямы. Так. Давайте-ка заглянем к Мэйсу. И теперь ты со мной торговать то, что ты можешь, да? Могу... Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. Похуй, то, что ты помогаешь ордену. Ладно уж. О, садовник. Точно, садовник. СТП. Я ж тебе... Я ж тебя должен в кости выиграть. Так, расскажи, а жизнь не боишься чумны. Играешь в кости. Счастливо оставаться. Че продаешь? Ну, давай с этого начнем. Ага, цветочки. Давай сыграем. На пятерочку. Да, херня. Так. Неплохо. Ого, проебал. Ладно, следующий раунд. Давай пятнашку. Мне должно фортануть. Да, блядь, фортануло, охуеть. Тебе то же самое выпало. Вот как это можно, блядь, понимать, а? Сука, читер сраный. Хорошо, давай еще раз. Давай на пятерку. Давай на пятерку. И вот он, сука, с тройкой сидит. Им норм просто. С первой, сука, раздачи. Тварь. Да, хорошо. Это проеб. Сто процентов. Следующий раунд. Если он меня сейчас еще разочек наебет. Вот именно на этой раздаче. Не буду больше с ним. Конченный мудак. По крайней мере, пока не куплю броню. А то я могу много денег проебать на этом придурке. Так, у меня меньше пара. Да пошел ты в жопу. Мудак. Так бы пошел его зарезал. Ну ладно. Винсент Мэйс. Пропусти меня на кладбище. Ты верно. Ты получишь особую награду. Этот рунный камень. Он тебе пригодится. Может, город скоро объявит новые награды. А? Можешь сделать мне пропуск на кладбище. А почему меня должен заботить этот маскарад? Ты обвинил меня, а теперь хочешь помощи? Скажем, это способ доказать твою невиновность. Не дождешься. Мне бы нех... Сердить? Видел бы ты, что такое мой гнев. И я не буду помогать тебе в расследовании. Прощай. Ну пошел ты нахуй, ублюдочный. Потом ты, блядь, попросишь помощи. Пройдет война, попросишь каску. Вот так и будет. Ублюдок. Теперь с этим Тайлером еще дела иметь. Ладно, хорошо. Будет тебе. Сука. Шавка драная. Так. Тайлер. Ну так что... Ну так что... На кладбище. Можешь провести меня на кладбище. Я все могу. Только что-то не хочется. Как я могу тебя убедить? Меня достало это проклятое расследование. Докажи, что я невиновен. Ты невиновен. Нахуе теперь. Докажи. Ммм. Как я, блядь, тебя ненавижу, а? Ты себе не представляешь. Так. Иронический камень сварога. Силой магии увеличивает вероятность ударов повреждения на 40%. Увеличивает вероятность критического удара на 5%. Очень неплохая штука. 20 монет всего лишь стоит. Я его даже близко продавать не могу. Так. Вот это поставь сюда. Это, блядь, печать вечного огня. Это, блядь, говно какое-то. На, вот, забирай. Поставлю вот этот. И этот тоже можешь забирать. Он мне нахер не упал. Такс. Такс, такс, такс. Вот еще топор этот. 5 тысяч. Хорошо. Талер, мать твою. Ты меня напрягаешь. Так, берем, берем. Этому докажи. Этому помоги, блядь. Да идите вы в жопу. Ладно, пошли найдем Шани. Сперту. Вот так вот. Выйти оттуда можно, а войти туда уже нельзя. Шани, помоги. Только быстрее. Нужно сделать вскрытие. Что? Это же противозаконно. Это необходимо. Когда мы сможем поговорить. Приходи ко мне вечером. Идет. До встречи. Такс. Так, ну теперь пошли купим броню. И заглянем. Ну, ночью. Я ухожу отсюда. Заглянем уже в этот. В таверну под кудлатой Мишкой. Там разберемся с делами. И тогда уже двинемся к Шани. Так. Кузнец, торговец. Надо шоколада давать. Короче будет. Хотя ты и так короткий. Ха-ха-ха. Зашутил. Ладно. Так. Этот держи. Все. То есть как? Оно же не будет. Подожди. Подожди. Пожди. Пожди загрузить. Храмовый квартал автосохранения. Давайте вот отсюда. Мне бы сейчас очень, очень, очень не хотелось бы терять эту броню. Хотя хули я с ней смогу сделать. Вот допустим даже если я ее сейчас просто положу в этот самый в шкатулку в таверне то я ж не смогу ее продать. Блин. Ладно. В принципе я нищий но зато я в нормальной броне. Хотя бы. Теперь уже все куда лучше. Я экономлю вот этот вот этот вот прикол и он вот этот вот потому что ни этот меч ни этот меч у меня не будут до конца игры. Я себе скрафчу потом рунический типа ведьмачий рунический меч и для а серебряный у меня там поменяется на какой-то еще один. Не помню то ли там водных ладык то ли ну что-то что-то там будет такое связано с этим всем делом. Когда кончится этот дождь? Не знаю. Ждем до вечера до ночи. Сейчас опять эта херня спустится с небес. Не смотрите-ка не спустился странно. Ну пошли в таверну там много всяких у меня было квестов штуки 3 или 4. так да держи это было непросто но я справился отлично но у меня нет золота я все пропил ах ты сука эти бутылки стоят немалых денег себе одно оставлю а остальные отдам тебе в качестве вознаграждения мудак нет денег нет вина я знал что не надо доверять ведьмаку вот и правильно вот и пошел в жопу тоже мне охеревший какой бутылки купи у меня эти кстати какие вот это вот что ли медовуха а вот выдержанный алкоголь держи медовуха это нормальная херни это мне пригодится так 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 ну вот это еще забери чтобы у меня была одна сумка свободная так вот странная купил новую броню а похер приветствую говорят а даже если так 100 оренов подсказывают мне что ты можешь рассказать кто платит за значки в виде саламандр отвали я тебе не слух я устал отвали я тебе ни слова не скажу плохо ну ладно хочешь нанять ведьмака нет а что хотя раз уж ты сказал да есть тут кое-что дом с привидениями там правда работа больше для экзорсиста а не для ведьмака привидения сомневаюсь меня интересует результат хорошо это прекрасно ты не пожалеешь дом расположен прямо рядом с входом в канализацию возле ворот ведущих дамбе хотя стекольщик лучше справился бы со сквозняками зайти в дом с привидениями он тебя услышит мать собачья ты знаешь какой у него удар тяжелый твоя мамаша дай мне поспать дай мне поспать сука неразоборчиво настоящий чемпион это все что ли заблудшая овца ну это понятно талера нужно оправдать ладно пошли к шане заглянем в этот дом рядом с канализацией который и пойдем уже к шане других вариантов у меня пока нет эти муфлоны тут тусуют блин на кладбище бы как-то попасть блин ну ни талер мне не поможет ни этот мне не поможет чертовы скряги это здесь что ли дом с привидениями да это было просто это в этом же доме я по-моему и вино доставал сомневаюсь конечно хотя почему скорее всего именно здесь это и было так где у нас кирпич наверно там же в таверне если он никуда не смылся так в таверну ну пошли в таверну хотя может давайте сначала к шане заглянем потому что тут ближе и к к штейну да давайте так и поступим к кузнецу пока не нужно не знаю что сказать бивальди мы выкупили давайте калькштейн для него тут есть новость у него тут есть карта в общем-то по поводу башни по поводу башни да я говорил сваской на болоте она помогла мне найти карту таро башня там говорится как разбудить стража давай давай посмотрим на эту карту интересно аллегория но ее достаточно просто расшифровать все подсказки очевидны понимаешь ведьмак многое зависит от интерпретации но мне кажется я понял в чем дело алхимику всегда проще понять другого алхимика рассветим короче стража можно разбудить только при определенных условиях во-первых его надо разбудить рядом с башней это условие выполнено во-вторых чтобы разбудить голема тебе понадобится грома отвод грома отвод здесь нарисован человек в короне это может быть отсылка к королю герману безумному не отвлекайся не отвлекайся тебе понадобится приспособление которое притягивает молнию проще говоря прочный металлический пруд хороший кузнец без проблем может выковать такой пруд что дальше и наконец самое важное нам нужна гроза и тут я теряюсь я не знаю как заставить мать природу сотрудничать со мной я знаю что нибудь придумаю когда у тебя будет все необходимое иди к стражу и прикрепи к нему грома отвод энергия молнии вдохнет в голема жизнь что дальше понятия не имею но уверен что ты справишься спасибо когда расправишься с големом сможешь приготовить очень редкий эликсир используя сердце голема вот рецепт посмотрим так давай поговорить я думаю ты в сговоре что вот и мне что тебе нужно кажется ты как то связан с саламандрами какие факты раненый саламандра произнес твое имя этот человек наверное это потому что я его нанял зачем ты его нанял чтобы он помог мне с экспериментами я не знал что он член какой-то тайной организации ну да этот невежда наверное очищал для тебя эссенции стирал пыль с философского камня он защищал меня от саламандр и выполнял другие рискованные поручения ради меня он рисковал жизнью и твой сарказм не изменит этого факта убирайся без сон я тебе верю я верю пока еще рано что ли правильно нам нельзя терять время когда найдешь этого преступника ага калькштейн ни при чем теперь же идем к подружке шани бабуль ты че чего он хочет шани тут живет 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 но она занята у меня с ней назначено тебя что ман херела старая хрень я прошлый раз тот же диалог использовал добро пожаловать до че ты пьешь блин я не хочу свои запасы блин я как раз все продал ну бабуля ну мать твою нахер да не буду я на тебя переводить свои блин запасы ты че охерела что вон вон вот сука дрянь тварь ну сама ты типа не пьяна да да пришел в гости ладно побежали в таверну просто с мечом он как-то более лучше бежать твою мать чертовы выродки ненавижу эту бабку просто ненавижу если ее можно убить я ее убью дает прикурить такс ладно давайте-ка заглянем к этому товарищу он мне еще за привидение сейчас должен заплатить мать твою официантка 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 мать твою слышь мне нужен крепкий алкоголь да вот такое вот давай сюда все вообще вот эту вот настойку давай и вот этот выход на стойке штуки две че еще тимирская ржаная водка это немножко не то конечно ну в принципе я думаю мне хватит чем говорит отвали понятно о прошло охуеть отпустила так его нету трактирщик где кирпич кирпича не видел а что дела обделывали с этой деревенщиной а он смылся да возможно ну считай что тебе повезло говорят что с его партнерами часто происходят несчастные случаи знаешь где его на по вечерам он встречает грузы на дамбе хорошо есть хорошо значит на дамбу погнали на дамбу я в принципе алкоголь уже отпустил поэтому ну немножко еще шатает уже лучше это по моему все знаки или еще какой то есть по моему еще какой то один есть так но ту бабульку надо грохнуть по любому она такая сука дрянь тварь прям аж меня выпешивает давай пошли на дамбу тут должны быть какие то товарищи кирпича может они знают что и если это все что я видел потеряешь половину своего золота да но постой-ка кто-то идет опять этот белого волосый который лезет не осторожно наконец-то прием которого ведьмак о чем вы так мило болт прекрати притворяться дураком ведьмак ты знаешь на самом деле знаю кстати ты мне так и не заплатил это правда вот твои сто аренов и я тебя прошу не выдавай меня почему бы и нет потому что я помогаю винсенту в борьбе против тайной организации саламандры не очень-то у вас это потому что какой-то идиот все время путается у нас под ногами убивает саламандр расстраивает наши ловушки и планы и кто бы это мог быть понятия не имею но если я на него наткнусь ты мне хоть заплатил кирпич ведьмак ну ладно ты ж только фиштыхом промышляешь правда ну вот возьми 4-5 штук хотя даже еще одну о я себе одну оставлю так что было все равно в любом случае я смогу их выбить из саламандр они любят этой херней промышлять так-так что пошли к шане теперь набонячить эту старую хрень мне получится лучше потому что я с собой взял очень крепкий алкоголь но в любом случае стоит перестраховаться прибить бы ее просто к чертовой мать а вот кирпича 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 надо продать так дом шаги дубль 2 все-таки сохраняемся ну шо ты старая хрень да я не пьян ты дрянь тварь ничтожество капец вы видели предъявила предъявила мне то чего уже давно нет да ты геральт даже притвориться не мог нормально вот дни нам ладно чушь пошли тогда в таверну ночку заночуя блин как же это сложно дождь дождь льет льет текс блин постоянный дождь тут хотя интересно почему дождь не тушит костер хотя вроде костры не горят ну чё таки под кудлатым мишкой трактирщик черт я нашел кирпича оу могилы будет в восторге когда узнает где прячется этот гад без понятия я поймал его на стукачестве проклятый урод мы знали что кто-то стучит на кирпич такова жизнь могилы назначил цену за голову стукача 500 оренов твои прощай благодарю вот и все вот и порешали так комнату мне да конечно на сутки проспим винцент тварь не захотел со мной работать но это его проблема так знаешь что я хотел сделать положить один талисманчик вот сюда а вот эти вот все я хочу 10 аренов за штуку договорились 10 аренов я верну то есть я уже продал да смотри хорошо возвращай мне мою фишку и мы уходим все теперь я таки попробую болтать эту старую тварь спасибо 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 что за времена настали конец уж видно близко раз уж такие как ты по земле ходит то точно не принимая близко к сердцу ничего личного я пришел к шане белый хлад приходит костями чую ну что ты-то знаешь сынок ты-то не знаешь каково это жить в холодном доме на старости лет жить в холодном доме на старости лет убирайся врываешься в мой дом никакого уважения к старости как я тебя ненавижу я пришел бел точно не я хочу убить эту старую дрянь черт ладно шани этого мне стоил очень дорого есть проблемы у меня есть проблема да я хочу чтобы ты помогла мне со вскрытием вскрытие когда это ты стал заниматься вскрытиями с тех пор как занялся саламандрами мне надо узнать как он умер ладно только помни я не коронор тебе придется интерпретировать все что мы найдем чем лучше подготовишься тем больше узнаешь встретимся вечером а ты пока осмотрите собери информацию да я посмотрю что к чему тебе нужно будет забрать тело у могильщика удачи тебе в поисках улик встретимся в лечебнице вечером есть мысли как раздобыть информацию которая нам пригодится при вскрытии спроси винсента мэйса может он расскажет тебе что интересное но лучше всего конечно книги найди книги по анатомии и патологоанатомии до встречи хорошо дожди шани 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 это не все все еще здесь да пока да пока ничего нова мне нужны книжки не ошибка мистер ладно знаю я в этом квартале одного знатока который может мне помочь с этими книжками и его сука как назло нету ладно кто это ты чем ну ты по моему продуктами у нас торгуешь да да ты украшениями будет длиться до тех пор пока сырье да что она имела в виду эта бабуля кремень кремень это подарок смешно так ромашки орхидея перчатки шарик не знаю я уж начал подумать что папке нужно что-то подарить спешить некуда чтобы она успокоилась наверное нет блин ладно что уж я наснимал довольно много всем спасибо за просмотр увидимся в следующих видео всем пока Продолжение следует...